Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские военные скоро смогут освободить оккупированный россиянами Крымский полуостров. Точной датой дооккупации Кирилл Буданов не называл, а лишь заверил, что это произойдет вскоре. Дмитрий Ильич, очень-очень хочется, чтобы прогноз этот сбылся. Как думаете, насколько реалистичен и насколько скоро это может произойти? Ну, я Буданову верю. Честно говорю, верю. Я ему верю хотя бы потому, что он был единственным человеком из всей верхушки Украины, который говорил, что война будет. Он был единственным. Я это подчеркиваю. Это крайне важно для истории. Все говорили, войны не будет. А он говорил, будет. И называл точные даты. Поэтому Буданову, повторяю, верю. Что касается освобождения Крыма. Но это все просто. Смотрите, у нас уже есть прорыв в СУ на юге. Мы это видим. Мы это понимаем, что по сантиметру, по дециметру, по метру, по километру мы выгрызаем территорию. Да, выгрызть территорию до, значит, до укрепрайонов очень тяжело. Минные поля и укрепрайоны, и заслоны, и препятствия. Все понятно. Но когда уже это проходим, там уже десятками километров можно идти вперед. Там никого и ничего нет. Я не выдам военной тайны, если скажу, что у нас большие успехи на южном направлении. Вот. Что дальше? Дальше мы выходим к административной границе с Крымом. А что дальше? Смотрите. Логистика-то у русских страдает. Почему? Потому что все идет с материка через Крымский мост в Крым. И через Чангарский переход идет дальше Херсонская, Запорожская области. Ну, представьте, Крымский мост взрывается, нет его. И Чангарский переход взрывается, нет его. Ну, как логистика? Они же на чужой территории. Как они будут подтаскивать снаряды? Элементарно. То, что Крымский мост взорвется весь, у меня нет никаких сомнений. Ну, вообще, я даже не хочу на эту тему говорить. Это все понятно. То, что Чангарский, кстати, его ночью повредили, уже опять взорвали там путепровод этот. Он узенький. Я ездил там, я знаю, он узенький. Там его тоже. Это единственная дорога из Крыма, ну, если обходных каких-то не делать, там, левой рукой правое ухо доставлять. Бешеные собаки, семь верст, не крюк называется. Доставать. Вот. То есть, ну, все. Ну, в окружении они будут. И дальше выход на территорию Крыма. А дальше массовая, массированная бомбардировка далекобийными ракетами у всех баз расистов. Скупчиня, живой силы, техники. Складив тощу. Что дальше? Ну, все. Это так все просто. Это так все прогнозируемо. Я не знаю, о чем думают русские, думают ли они вообще. Но дважды два-четыре. У нас для этого все есть. Мы знаем, где находятся все базы. Ну, работают же все средства у наших западных партнеров. Мы знаем, где находится живая сила, техника. Склады, где находятся. У нас есть дальнобойные ракеты. У нас есть, слушайте, переделанные немножко. Смотрите, вы же видите, что уже кое-какие ракеты советские переделывают. И они кое-как летят в Таганрог. Правильно? С-300. Уже как-то до Таганрога доходят модернизированные ракеты советские. Поэтому это дело техники. И Буданов знает, о чем говорит. Там и самолеты подлетят уже. Там и без Атакамсов не обойдется, конечно. Все хорошо будет. Все будет хорошо. У меня нет сомнений. Я вообще считаю, что война закончится активно. Во всяком случае, часть войны закончится до конца года. Слушайте, если Шойгу, этот недомерок, едет в Северную Корею, к Ким Чен Ину и клянчит... Вами договаривались, что вы наперед не пробиваете тему. А, да? Извините. Конечно. Я просто хочу сказать, что у них... Это последующая тема. Прямо вот последующая. Она короткая. Она короткая. Я зачитаю тут один абзац. Просто, Василий, я хочу сказать, что если они уже клянчат у Северной Кореи снаряды, дела плохие. Надо это понимать. Ну, плохие дела. Давайте это обсудим. Это хорошая же тема. Значит, Ким Чен Ин показал Шойгу запрещенные баллистические ракеты и беспилотники. Очень похожие на американские. Российский министр назвал армию КНДР сильнейшей в мире. Ну, то есть, это настолько даже унизить... Ну, я не знаю, стоял ли он в это время, как он, в какой позе находился, но сильнейшая... Привычная. Северной Корейской армия. Да, настолько это показательно унизительное упражнение, когда Шойгу просит у Ким Чен Ина военной помощи. Кроме шуток, есть здесь риск, что действительно эта помощь может прийти оттуда, и чем может помочь Ким? Все смеются. Ким Чен Ин, где снаряды? Да-да-да, с портретом Пригожина, да. Да. Первое. Северная Корея и самой нужны снаряды. Второе. Там большой брак при производстве снарядов у них. Они летят не туда. И некоторые не взрываются. Третье. Логистика, опять-таки. Ну, давайте представим, каким образом мы будем доставлять снаряды из Северной Кореи. Логистика плохая. Дальше. Поставка снарядов из Северной Кореи России развяжет руки Южной Кореи, которая 1564 раза технологичнее Северной Кореи, начнет поставлять снаряды Украине. Было бы очень неплохо, кстати. Да-да-да. Нет, так все это в мире понимают. Просто пока Южная Корея не делает этого первой, но и Северная начнет делать, и Южная начнет делать. Поэтому, боже, как жалко выглядел этот Ким Чен, этот Шойгу, стоя на трибуне с Ким Чен Ином, с этими генералами, у которых орденов больше, чем вообще листьев вон на дереве за моим окном. Какой-то каменный век вообще. Какой-то каменный век. Боже мой, ядерная Россия поплелась через ногами своего министра обороны, поплелась в отсталую Северную Корею, в которой жрать нечего, люди от голода умирают. Снаряды дайте. Боже, какое убожище. Какой позор, стыд вообще на весь мир. Стыд. То у Ирана берут, то у Северной Кореи берут. В Африке уже все пособирали. Они не могут производить сами в нужных количествах. И они уже проигрывают контрбатарейную борьбу Украине, между прочим. Поэтому это, кстати, хорошие сигналы для нас. Визит Шойгу к Ким Чен Ыну, это для нас хороший сигнал. Ох, и рожа у Шойгу была. Они довольны. Расстроенный он. Ну, на что он хотел? А Ким Чен Ын светился радостью. Приехал на поклон русский парень. Если можно назвать Шойгу русским парнем. У меня нет даже никаких слов по этому поводу. Это все обречено на провал. Это смешно, унизительно для России. И ни к чему для них хорошему все равно не приведет. Тут в комментариях пишут. А то у Украины все свое. Друзья, а мы никогда не позиционировали себя тут сверх воинствующей державой. Мы всегда были за развитие, за технологии, за европейские ценности. А не за ядерную дубинку и ракеты. Да, раз и второе, ребята. На нас напали. Конечно. На нас напали. Защищаемся. Ядерная держава. Да. Я уже не говорю о том, что Россия повзрывала у нас все крупнейшие склады. У нас было огромное количество снарядов. Огромное количество оружия. Россия повзрывала наши склады путем диверсионных актов. Ну, я это знал тогда еще. Я не знаю, или секрет это для наших зрителей. Но все пожары на украинских складах, это не просто от того, что молния в них ударила. Нет. Это диверсия со стороны России. Они готовились к этой войне давно. Они знали, что они делают. А у нас снарядов было во вообще. Если бы их сейчас сюда. Идем дальше. Уважаемые зрители, напоминаю, что надо подписаться. Ютуб-канал в гостях у Гордона. Олеся Бацман, Дмитрий Гордон и мой канал Голованов. Пожалуйста, подпишитесь. Будьте так любезны. Следующая тема. Больше ста наемников ЧВК «Вагнер» выдвинулась в сторону Сувалского коридора, сообщает польские агентства со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моровецкого. Сейчас ситуация становится еще более опасной. У нас есть информация, что более ста наемников двинулись в сторону Сувалского коридора возле Гродно в Белоруссии, сказал Моровецкий. Также сообщает, что среди военнослужащих, которые проходят обучение под руководством инструкторов ЧВК «Вагнер», одно из условий контракта – готовность к участию в боевых действиях на территории соседних с Белоруссией государств, в частности, Польши и Литвы. Дмитриевич, что, ну, даже если звучит смешно, что 100 наемников двинулись к Сувальскому, почему так беспокоится господин премьер-министр Польши? Что такое 100 человек для армии Польши? Да даже не 100 человек, а 5000. Нет, 5000 – это уже существенно, но тем не менее, мы понимаем, что Польша – это страна НАТО. Польша готовилась и готовится все это время к возможной атаке, поэтому что им эти 100 или больше человек? Я только мечтаю о том, чтобы 5000 наемников ЧВК «Вагнер», 5000 наемников ЧВК «Вагнер» додумались попробовать напасть на Польшу. Я мечтаю об этом, чтобы польская армия их перемолола за минут 10 всех в фарш, и чтобы они не стояли, не нависали у нас тут на границах. Вот праздник бы был. Никаких нападений, конечно, не будет. Это Россия пытается поднимать ставки, повышать ставки как-то, но это без толку все. Это повышение. Разговаривают с сильными, со слабыми не разговаривают, все уже все увидели, все уже все знают, ходы записаны, Путин уже заврался так, что дальше невозможно. Это вообще потрясающе. Путин принимает лидеров африканских стран у себя в Константиновском дворце под Питером, и Пригожин у себя в гостинице своей, записанной на его семью. Дочь, по-моему, принимает тоже представителей африканских стран. То есть, человек, который сбил российские самолеты, убил элитных пилотов. Как он сказал, предатель, который ударил в спину. Да, безнаказанная вообще в центре Питера. Это Россия, ребята. Умом Россию не понять. Вот, поэтому, ну, бардачила, конкретный, кондовый бардачила, закончится это плохо. Это не может закончиться хорошо. Вы смотрите, не надо быть мной, не надо анализ никуда, вообще. Это хорошо закончится априори не может. Конец может быть только один. Вопрос во времени. Теперь, что касается вагнеровцев, я бы серьезно их не воспринимал. Ну, пусть сонутся в Польше, ну, пусть попробуют. Хотел бы я на это посмотреть. Идем дальше. Немножечко, Дмитрий, немножечко поговорим о коррупции. Служба безопасности Украины провела обыск у президента Национальной академии аграрных наук Ярослава Годзалы из-за возможных махинаций с землей. По данным источников, причиной обыска является передача 150 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель академии в обработку частным лицам. Эта схема могла приносить участникам схемы до 20 миллионов долларов прибыли в год. По данным счетной палаты, на начало 2020 года в постоянном пользовании Национальной академии аграрных наук находилось 465 тысяч гектар земли. Но в государственный земельный кадастр были внесены сведения только о 320 тысячах гектар. То есть данные о 145 тысяч гектарах земель отсутствуют. И я еще раз повторю нашим зрителям, Дмитрий, не 145 гектар, а 145 тысяч гектар. Просто кто-то не заметил и пользовался этим все эти годы. Василий, я хочу вам сказать прописные истины. В течение 32 уже почти лет нашей независимости в Украине была создана преступная коррупционная схема на всех этажах власти. И подавляющее большинство украинских чиновников и руководителей самого верхнего звена К большому моему сожалению являются ворами и коррупционерами. Если я говорю какие-то слова резкие, ну простите меня, я фиксирую факты. Я повторяю, подавляющее большинство украинских чиновников и руководителей первого эшелона являются ворами и коррупционерами. Все 32 года независимости. У нас было создано воровское, мафиозное, коррупционное государство. Все об этом знают, все пытаются отщепнуть кусочек от этого огромного пирога. Все 32 года Украину беззастенчиво, бесстыдно обворовывали все, кто находился на местах, где можно было что-то себе откусить. Это продолжается по сей день, несмотря на войну. И деятельность службы безопасности Украины, НАБУ и прочих антикоррупционных органов показывает нам это, потому что то тут, то там берут людей за конкретные преступления. Но если Одесский военком Борисов является мультимиллионером с недвижимостью за рубежом, ребята, во время войны, ребята, куда бежать, скажите, от этого всего? Это же не налазит на голову просто. Так Борисов это пешка, это сошка вообще мелкая. Вы копните дальше. Мне американцы говорят, у вас за время войны долларовых мультимиллионеров из власти увеличилось количество. Люди в криптовалюте оказывают сохранять уворованные деньги во время войны. А мы, говорят мне, американцы, все это видим. Потому что все транзакции, все покупки американцам бедны. Вот дура чего еще. Как украсть, знают. А дальше-то что? Как вы спрячетесь в этом мире со своими деньгами? Ну как вы спрячетесь? Мы декларируем, что мы идем в Европу. Я очень хочу, чтобы мы были в Объединенной Европе и в ЕС, и особенно в НАТО. Очень хочу. Но в таком виде не надейтесь. Надо принять резкие антикоррупционные законы. Я говорю еще раз. Я бы сейчас принял закон Верховной Раде за коррупцию во время войны до вечного въязвания. Вот пожизненное заключение. А в чем проблема? Боятся. Потому что сами задействованы во многих схемах. Примите закон. Пожизненное заключение. Коррупция во время войны. Есть? Пошел. Для чиновников. Пошел. Не принимают. Это очень стыдное явление. Постыднейшее вообще. Постыднейшее. Какие эти тендеры страшные. Какие эти сотни миллионов на музей Голодомора. Какой музей Голодомора? Я уважаю Голодомор. Слушайте, 9 миллионов украинцев погибло. Это был геноцид нации. Я все понимаю, но во время войны, когда мы тут по копейке на дроны собираем, вы тратите, собираетесь потратить сотни миллионов. 500 миллионов, по-моему, да? Сейчас быть точным, 573,9 миллиона гривен. На Голодомор? Во время войны? На память. Ну, твари просто. Ну, твари. Это музей. Такой комплекс. Музей. Да, да, да. Он должен был быть построен еще ранее, но в этом году. По городам. Я призываю всех мэров. Призываю по городам. Перестаньте делать ремонты ненужные. На дроны, на армию давайте деньги. Причем адресно, а не на фонды. Какие сейчас ремонты, кроме тех, которые нужно проводить? Какие новые дороги? Какие новые развязки? Вы чего? Ух, негодяи. У меня сил нет. Вы знаете, просто мерзость какая. Раз уж мы об этом заговорили, президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон, предусматривающий выделение вот этих 573 миллионов гривен на завершение строительства музея Голодомора. Василий, надо отдать должное президенту, он чутко прислушивается к общественному мнению. А люди кипят уже. Это я вам говорю, который общается с разными людьми. Люди кипят. Это невозможно себе представить такое в военное время. Ну невозможно. И президент это видит и слышит. И слава богу. Я думаю, что будет сейчас много кадровых решений впереди. Я это чувствую. А может немножко знаю. Вы заговорили про военкома Борисова. Я так не хотел отдельно этой темой обсуждать. Но хотел лишь акцентировать внимание на том, что три автомобиля, а именно Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz G-класса кубик и Mercedes-Benz EQB электронный автомобиль. Первый 2023 года, 2022 и 2022 года выпуска. То есть автомобили выпущены и куплены во время большой войны. Ну то есть можно, я не знаю. Но понятное дело, что... Нет, так понятное дело, что набрал взяток и вложил взятки в автомобили. Ну что тут непонятного? Все понятно. Самое смешное в этом списке автомобилей, у него на последнем месте идет Audi A6 1999 года выпуска. Я так понимаю, специально оставил для того, чтобы на работу ездить. Ну, чтобы не сильно палиться. Субтитры создавал DimaTorzok